Добрый вечер, дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров и я знаю, что многие из вас взвешивают за и против быть здесь, на этом канале, быть с агентом Александром Петровым или где-то в другом месте. Вы знаете, очень велик соблазн о том, чтобы быть в другом месте. Я вам объясню почему, потому что в другом месте все намного легче, все намного привлекательнее, все намного красивее, красивее картинка, красивее результаты вашей работы, единственное, немного дороже. Я хочу вам объяснить разницу. Разница здесь не в цене. Когда мы говорим об обучении в Австралии, вы должны понимать, что обучение зависит от того, онлайн вы или на кампусе. Нельзя начинать учиться онлайн. Нельзя, потому что вы не используете возможности заработка, а тратите очень много. И нельзя учиться онлайн, потому что ваша учеба может вообще закончиться. И что дальше? Дальше вы получаете бумагу, документ и все. То есть это обман. Но выглядит красиво. Но это обман. И это обман от очень большого количества агентов. Практически от всех, кто работает на русскоговорящем рынке с Австралией и Новой Зеландией. Посмотрите на этих людей. Даже, мне кажется, они сами верят в ту ахинею, которую они несут о качестве образования онлайн. Я не хочу говорить вообще о качестве образования онлайн, но конкретно образование онлайн в Австралии, по студенческой визе или в Новой Зеландии, это глупость и подлость. Глупость с вашей стороны, подлость со стороны тех людей, которые вам это образование навязывают. Теперь давайте поговорим о миграционных перспективах. Предположим, вам кто-то предлагает податься на спонсорство какой-то территории, региона, штата и так далее. Ребята, вам продают возможность податься на приглашение. Инвитейшн – это даже не виза. Государство за это ничего не берет, но агентство берет денежку и, соответственно, у вас нет шансов на то, чтобы получить это инвитейшн. А есть очень большой шанс на то, чтобы потерять ваши кровные, честно, трудно заработанные деньги. Деньги вообще редко зарабатываются легко, они трудно, с трудом зарабатываются. И отдавать негодяям, а люди, которые, миграционные агенты, которые такие услуги продают, они негодяи. И не иначе как негодяи, иначе их не назовешь, потому что эти люди прекрасно знают, что шансов у вас нет. Более того, в основном это рассчитано на тех, которые находятся сейчас вне Австралии. Потому что кто находится в Австралии, на эту ахинею даже клевать не будут. Даже среди дураков, дураков нет. Человек уже здесь, он уже что-то умеет, что-то знает и на такую вещь не клюнет. Но выглядит, конечно, это хорошо. Вы приезжаете, вам говорят, ну надо будет поработать в регионе. У нас масса людей, которые в этом регионе находятся, включая тех, кто имеет гражданство, кто родился здесь, им тоже эта работа нужна. И вам эту работу не дадут, потому что этих полно. Полно людей, которые иностранцы, которые учились в этом регионе, в этом штате, вообще учились в Австралии. А есть еще иностранцы, которые граждане Новой Зеландии, Ирландии, Великобритании, стран вообще Вашингтонского, Сиднейского и Дублинского соглашений. Почитайте, кстати, что это такое. Дэшингтон-Акорд, Даблин-Акорд. Вы поймете, что у вас шансов ноль. А вот шансов потерять деньги сто процентов. И, ну это тоже привлекательно, и этого очень хочется. Не надо поддаваться на то, что вам очень хочется. Именно вот это стремление к лучшему и используют эти недобросовестные люди. Поэтому, подводя итог этому, дай бог, коротенькому ролику, то, что привлекательное, то, что кажется вам более легким, более удобным, более адаптированным под вас, то, что и есть предел ваших желаний, на самом деле это ваши несбыточные мечты, и это доход для тех людей, которым плевать на вас и на ваши мечты, которым нужны деньги. Когда вы сравните то, что я вам говорю, и то, что говорят они, ребята, если бы был шанс лучшего обучения, то он бы у меня уже был. То, что я вам предоставляю, касается программ PHD, начинающих уже развиваться, и курсов английского языка. Это то, что другие вам даже сделать не могут. Потому что я сам участвую в создании этих программ. Они самые лучшие, самые дешевые, самые адаптированные под вас, под то, что вы реально хотите от своей учебы, от своей жизни в конечном счете. И те иммиграционные программы, которые могут вообще появиться, которые вообще в принципе, мы даже пытаемся их создавать вдвоем, с Алексеем Чакуновым. Ничего другого придумать те люди не могут. В конце концов, у нас вместе с Алексеем опыта, знаний, знаний английского языка и порядочности на, извиняюсь за татологию, на порядок больше. И если вы хотите, если вы не доверяете, ну так, проверьте это. Проверьте через тех людей, которые уже были с нами. Проверьте через тех, которые сейчас с нами. Раньше условия, кстати, не очень хорошо сравнивать с нынешними. И раньше было, да, было легче. Сейчас лучше, потому что тяжелее. И уже не всякий может попасть в страну, не всякий может здесь остаться. И не всякий агент вообще может работать. Мы можем. Сложно, да. А нам никогда не было легко. Потому что легко, это там, где любой может. А где любой может, там вообще этим заниматься не стоит. Но никогда не было легкой иммиграции. Это все иллюзии. И тогда по-своему было тяжело. Когда-то было мало работы. Когда-то не было спонсоров. Когда-то образование не ценилось. Когда-то вообще не было всех восьмерок. Были семерки только 10 баллов. Когда-то было тоже тяжело, как и сейчас. Сейчас просто по-другому тяжело. И вам не то, что тяжелее, вам по-другому тяжелее. Но это не значит, что надо шарахаться. Надо искать и кидаться на ту блесну, которая блестит. Но на которой очень смертельно опасные для вас трючья. Спасибо. Спасибо.